Приветствую, друзья! Попросили меня, чтобы я рассказал и показал про живопись. Помните, мы вместе рисовали в формате коллективном разуме, где выдавали советы куполения шампанским. Ну вот это уже итоговая картина вроде бы по Булгакову, как они там пируют, или в Новый год это можно назвать, посмотрите, как они там, да-да-да-да, какие глаза, какая шейка, какие бокалы. Ну посмотрите, посмотрите. Потом мы вместе с вами в формате коллективный разум рисовали картину Сатурналия. То есть это планеты, у неё тоже как бы цветы там и шляпа такая, как Сатурн. Это вы назвали, это не я назвал. Одна из участников школы нашей назвала так Сатурналия. Ну хорошо. А потом мы рисовали чайник. Помните чайник? Лишь бы чайник не упал, а держался. Ну мы попробуем вот эту картину снять. Видите, время на это уходит. Самое ценное у человека это личное время. И чтобы рисовать, и чтобы писать книги, и стихи, и чтобы не быть никому в этот момент обязанным, мы рисовали чайник. Помните? И Федя наш, Макаров, посоветовал написать здесь лимон. И я тогда написал лимон тоже рядом с чайником. А глаза какие? Глаза удивительные, да? Итак, много мы сделали картин. Если вы помните, я рисовал ещё тогда девушку с гитарой под луной. И глаза, и звёзды, да, и вот она, девушка с гитарой под луной, и месяц, там звезда. Да, 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 да. И сами мы с вами звёзды. Ну, конечно, много ещё разных картин. И другу своему я Марку рисовал картину. Помните? Вот, его сын Алексей должен забрать. Вот я его жду. И вот эта картина. Там окошечки, там фонарики. И, короче говоря, много у нас интересных картин. И было как-то несколько раз, когда их озвучивали музыкально. Русинов Александр, мой друг, сделал как-то музыку под картины. Да, потом, значит, мой друг Ингель сделал кубик, Рубика переворачиваешь, и там грани картин. Очень интересно. И вот я хочу ещё вам показать, ну, эту картину я у девушки в шляпке веснушек добавил. Ну, они большие эти картины, тяжёлые. Ну, я их легко понимаю, потому что столько там вложено любви, доброты, желания сделать приятное. А что то, что сделано с любовью, всё хорошо. А глаза какие? Посмотрите, посмотрите внимательно. Какие глаза. Да. И шейка какая. И цветочки. Ну, короче говоря, жизнь там вложена. И самое главное, оказывается, о чём говорил Марс, и о чём говорил Будда, это освобождение личного времени. Это состояние, когда вы не задействованы, не вынуждены всё время на что-то реагировать, быть кому-то обязанным. Да, весь коммунизм оказывается марксизмом. Это когда ты делаешь, на что ты способен. Ну да, напишите мне, о чём речь идёт в коммунизме. А я говорю это своими спорами. А теперь дальше посмотрим. Ну, это, конечно, вы уже её видели, потому что это уже та, которую я вчера заканчивал. Сегодня я начну рисовать новую. Есть у меня среди множество картин, которую я рисую. Раньше маслом рисовал, сейчас только хорошим акрилом. Есть среди множества картин одна, которую я никак не дорисую. Эта картина, ну, другие картины я потом вам покажу. Их много. А та картина, которую я никак не могу завершить, называется «Размечтался». Я как-то показывал, помните, там лежит одновременно в комнате и одновременно в юности на травке. И облака плывут. И вспоминаешь, лёжа сегодня на диване, какой ты был юный, как ты лежал в детстве на травке и мечтал. И жизнь впереди казалась большая и интересная. И главное, скорее вырасти. Ну, вот, например, уже вырос. А теперь у нас есть то, что мы создали. Детская игра. Это кульминация моего творчества. Как врача, психолога, как тренера, как человека, который обучает других людей, который помог уже добиваться своей мечты и цели. Снимая нервно-мышечные зажимы и сокращая время достижения побед. И кульминацией всего этого является детская игра, но твоя собственная. И алгоритм этой игры в моих последних роликах, кто не смотрел, то посмотрите, и в бесплатных ликбезах, и на платных вебинарах, и на моих личных консультациях, которые помогают человеку мгновенно, буквально за один-за два дня, а то и за часа, так сказать, выходить из паник на состояние нуля и на творческое состояние. Когда вы чувствуете себя человеком, потому что человек действительно звучит очень хорошо. Он творец, изобретатель, способный в неопределенности, при страхе, создавать из этой неопределенности, пользоваться этой энергией стресса, использовать энергию стресса до новых достижений. Ну, до встречи, друзья. Смотрите бесплатные ликбезы, у меня там на главной странице Ютуба плейлисты. Потому что время – это очень дорого для человека. Для этого происходили все революции по Марксу. И для этого человек, ну, Буду, например, нашел нирвану, где за секунды можно получить бесконечность. А мы тоже получаем эту нирвану как нулевое состояние по алгоритму, который я создал. Ну, да ладно. Самое главное, чтобы вы меня поняли. Я ищу сейчас композитора, который озвучит еще раз. Может быть, Саша Русинов выйдет ко мне и снова напишет музыку в какой-либо картине. Может быть, Энгель снова сделает рубик кубика с гранями. А может быть, давно обещавшийся, уже год прошел, который никак не мог найти время, наконец выйдет, и мы вам дадим, покажем шедевры, произведения, живописи, соединенные с музыкой. Итак, личное время. Берегите его, друзья. Это когда ты никому не удолжен и можешь думать, о чем тебе хочется. Это и есть, по существу, то, что достигается методом ключ в сотни раз быстрее, в сотни раз эффективнее, чем по какому-либо другому в мире методу. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!